Что мне снижать, что мне слава, что мне лодит плыльной, как дороги, то нас отдай. Что мне снижать, что мне слава, что мне лодит плыльной, когда мы и друзья с тобой. Эти строки известны детской песне для солиста Глеба Котина не просто слова. Он знает, насколько важно, когда рядом есть близкие люди, которые готовы поддержать в любой момент. Мальчик слепой с рождения, но взамен природа одарила его тонким слухом и сильным голосом, что не мог не заметить оперный певец Большого театра Николай Диденко. Он без кастинга пригласил талантливого ребенка в свою вокальную школу «Белый пароход. Поющие реки России». Я стал петь примерно с детсадовского возраста, а на «Белый пароход» я попал в 2015 году. Хочу, чтобы наш «Белый пароход» стал знаменитым. На всю Россию! От обычной вокальной школы музыкальная академия «Белый пароход» отличается кардинально. В первую очередь это благотворительный проект. Он направлен на развитие творческих способностей у одаренных детей с непростой судьбой и тяжелыми заболеваниями. Да и сами уроки проходят в необычном месте. Мы на корабле собираем детей ежегодно на вокально-творческую смену, в которой мы занимаемся три недели с детьми вокалом, стараемся выучить с ними большую интересную программу, создаем уникальный хоровой коллектив. Николай Диденко убежден, что занятие музыкой – хороший стимул даже в самой сложной жизненной ситуации. Кстати, его вокальная школа – единственная своего рода в стране. Оперный певец раз в год вот уже 10 лет прилетает в Хабаровск. Вместе с ним приезжают столичные педагоги и профессиональные музыканты, которые прослушивают детей и дают им ценные уроки. А оплачивает вокальную школу Хабаровский благотворительный фонд «Счастливое детство». У нас очень много детей, они, видите, практически со всего Дальнего Востока. В этом году мы вот взяли группу деток с Примори, ваши Приморцы, вот сегодня, которые все практически солировали, очень интересные дети. Дети с сложной судьбой, с которым, ну, не по карману самому свое творческое будущее совершать. Поэтому мы им помогаем. На гастроли «Володь Восток» участники проекта «Белый пароход» приехали впервые. Но после такого радушного приема они обещают вернуться на Приморскую сцену. Деньги, собранные после благотворительного концерта, пойдут на лечение детей, которые нуждаются в медицинской помощи. А уже в августе «Белый пароход» поплывет по реке Лена. Власти Якутии для необычной вокальной школы выделили круизный лайнер. Алина Черменко, Дмитрий Сухоруков, Новости на Восьмом.